Приветствую вас! Давайте, прежде чем я отвечу на ваш вопрос, я раскрою некоторые моменты, связанные с общими такими положениями, может быть, общими правилами. Первое. Это то, что конкретные решения в своей жизни можете принимать только вы. То есть вы решаете, можно ли общаться со другом или нет. Вы решаете, стоит ли это делать или нет. Это решаете только вы. Второе. На протяжении описания вашей ситуации, я увидел, что вы как минимум два раза оказывались в ситуации, когда вы вроде как становитесь в позицию жертвы. Вроде как, вы становитесь в позицию жертвы, типа, что в первом случае у вас не получились отношения с молодым человеком. А во втором случае подруга ваша поступила по отношению к вам негативно. Вот. И везде, везде вы как бы обвиняете. То есть молодого человека напрямую вы вроде как не обвиняете напрямую. Вот. Но мне почему-то показалось так, что вы, ну вот, раз вы не согласились, да, быть друзьями с ним, значит, вам это, ну, вы считали, считали, что как-то вот, ну, все-таки это, ну, может быть негативным чем-то, может быть неприятным чем-то для себя. Вот. То есть тут вот ситуация именно такая, что вы попадаетесь в такие жизненные истории, которые как бы, как бы создают все условия для того, чтобы вы могли обвинить других людей в том, что у вас произошли, ну, вот такие какие-то неприятные моменты. Вот. И это весьма и весьма серьезный показатель. То есть если вы как бы переносите таким образом ответственность себя на других, то это достаточно деструктивная модель поведения по отношению к людям, ну, с которыми вы взаимодействуете, например. Вот. Дальше. Идем. Смотрите. Вы пишите, что подруга вытягивала из меня информацию о моей жизни и передавала моему бывшему, не предупредяя меня об этом. Я понимаю, что вы можете сказать сейчас такие вещи, как доверие, которое должно быть между друзьями. Вы можете сказать, что я говорил только ей о, ну, вот, о проблемах, да, то есть только ей, только с ней я говорил об этом. И никому больше это не предназначалось. Если вы так скажете, если вы так скажете, если вы скажете, что, вот, я только для подруги эту информацию выдавала, да, и я не считаю, что это я сама предоставлял ей информацию, я считаю именно, что она вытягивала, вытягивала ее из меня, да, вот. То, наверное, вам с подругой тогда действительно общаться лучше не стоит. Потому что, ну, в этом случае, если вы считаете, что она ответственна за то, что произошло, то не стоит с ней общаться больше. В общем, вот. Но, но, подумайте вот о чем. Вас ведь никто не заставлял, никто не заставлял вас рассказывать подругам то или иное про своего молодого человека. Но вы это делали. И вопрос в том, как вы, как вы относитесь к информации, которая стала известной другим людям, и насколько вы, ммм, предугадываете или прогнозируете возможные последствия. То есть, если вы делитесь информацией, которую заведомо можно использовать против вас, причем здесь информация используется вроде как не против, а наоборот для вас. Да, понятно, что подруга ваша спасатель, понятно, что она спасает вас, понятно, что она дискомпенсирует свою какую-то жертвенность, это все понятно. Да, вот. Но, тем не менее. Тем не менее. Тем не менее. Нечего не говорить. А тут здесь получается получается, получаетсяock-ка такая двоякая история. Ведь каждый человек-он уникален. И если вы рассказываете, например, своей подруге что-то, она принимает это на нос, так как она может, что в этом вряд ли есть ее вина. Тем более, что откровенного, явного вреда вам я все-таки не увидел. То есть вреда, скорее отсутствует, чем присутствует. Ну, позвонил молодой человек. Ну, согласились мы на встречу. Ну, ничего не потеряли. Да? Если, опять же, вам неприятно было, то это ваши чувства. И вы несете за эти чувства ответственность не подруга, которая, возможно, пыталась вам помочь. Понимаете? И в этом контексте, исходя из этой точки зрения, я думаю, что вполне нормально было бы подругу поблагодарить, за то, что она старалась для вас сделать. И больше просто ей ничего не говорить о том, что она может интерпретировать по-своему. Вот. Потому что, насколько я понял, да, вот, давайте еще раз прочитаем. Значит, она вытягивала из меня информацию в моей жизни и передавала бывшему, не представляя меня об этом. А с какой целью она передавала информацию бывшему? Да? Ну, с какой целью? Дальше. Значит. Я попалась на эту уличку, согласилась на встречу. Он даже в день не позвонил, объявился через полгода. После звонка тоже подруга. Ну, то есть, молодой человек такой, видимо, ну, необязательный, да? И здесь вот очень важный момент, что именно вас задело сильнее. То, что он не объявился, хотя обещал. Или то, что все-таки подруга вот информацию так повернула, касающуюся вас. Эм, так. Значит, после этого все попытки сообщений и встреч игнорировала. Мне это не нужно. Но подруга все равно повторяла эти манипуляции. Ну, это, не знаю, это не манипуляции, это такая просто попытка вам помочь. Да. Такая немного слепая, да, немного эгоистичная, но попытка вам помочь. Эм, не говоря, мне вообще не надо о моем бывшем и не спрашивая о меня это вообще. Ну, еще раз повторю, треугольник Карпмана, а спасатель можете посмотреть на интернете. А я, в свою очередь, никогда про него не спрашивал, а мне не нужно, не хочу ворошить прошлое и думать о плохом. Ну, вот здесь, конечно, очень интересный момент. Эм... Эх... 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 То есть... Эх... 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 То, что... Эм... То, что... Эх... 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 При условии только, пожалуй, эх... Эх... Того, что... Эх... Эх... Вы извлекли выводы. Эх... Опыт вы... Эх... Сделали выводы и извлекли опыт из этого самого прошлого. А вот то, что вы говорите, что не хотите думать о плохом, это интересно. Потому что плохое, это то, как вы воспринимаете ситуацию. Как вы воспринимаете тот самый опыт, ну, опыт прошлого. Вот. И... Это, конечно, интересно. Что именно для вас... Эх... 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 Блохого... Ээ... 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 Ну, в том... Что было. То есть, вот, именно для... Для вас... Для вас... А... Откуда... Такое... Такое восприятие. Нег... Негативное. Эх... 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 Значит... Так... Ну, вот, в принципе... Я думаю... Думаю, что на ваш вопрос... Эх... Я ответил. Надеюсь, что ответил. То есть, решать вам. Если вы, эээ... Препочитаете изучить себя, да, и изучить свой сценарий поведение, эээ... В котором вы периодически оказываетесь вот в такой ситуации, когда, эээ... Какие-то обстоятельства возникают, эээ... В которых, эээ... Вы... Видите негатив. И вы склонны, эээ... считать, что это... Эээ... Другой человек... Ответ... Ответственен за это, а не вы. Если вы склонны... Если вы склонны анализировать... Анализировать свой сценарий, ээ... С тем, чтобы его скорректировать, чтобы... Не повторялись подобные вещи. То с подругой общаться нужно продолжаться. Потому что она, эээ... Старается делать как лучше. Ну, в ее понимании, как лучше. И сам проблема в том, что... Вы даже делитесь с ней либо лишним, либо... Эээ... Тем, к чему сами не готовы. Если вы не склонны... Эээ... Ну, исследовать... Эээ... Себя и свою модель поведения. И если ваш... Эээ... Вопрос, это... По сути, просто... Поиск... Поиск... Эээ... Эээ... Поиск... Эээ... Эээ... Поиск... Эээ... 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 Своей правоты. Да. Эээ... Эээ... То в таком случае я полагаю, что... Эээ... Эээ... Подругу... С подругой можете... Попрощаться. Но имейте ввиду, что... Ээээ... Эээ... Эээ... Неконтролируемый... Эээ... 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 Ээээ... Эээ... Эээ... Ээээ... 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 Эээээ... в таких вот ситуациях, ну и вообще, если будете перекладывать ответственность себя на других, то есть вот, вы говорите, что наши отношения развивались стремительно и в результате мы прошили вместе два года, вот, то есть все значит стремительно, значит страсть, страсть это не влюблённость, это не любовь, да, страсть, ну вот, но вы, вы позволили этому перерасти в отношениях, вот, почему, да, по какой причине, нам это вам хотелось, далее вы говорите, что отношения были нужны мне, хорошо, они были нужны вам, значит вы эти отношения и держали на себе хорошо, но это был ваш выбор, вам это не подходит, да, я согласен, вам это не подходит, но это был ваш выбор, молодой человек здесь мне прижёл, потому что он тоже думал, что это ваш выбор, скорее всего, и подруга думает, 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 что это ваш выбор, ну, говорите ей, говорите ей, ну вот, о таких вот вещах, ну вот, которые вы рассказываете ей, она тоже вправе так думает. На худой конец вы можете просто с ней поговорить, то есть, ну, откровенно сказать ей просто, что вам это известно, если вы знаете, ну, короче говоря, раскрыть карт, вот, это такой вот ещё вариант, может быть, если не устраивает, ни первый, ни второй, поговорить, послушать, как она отреагирует, на это на всё, вот, и уже исходя из этого делать выводы. А вот ещё раз повторю, может быть, я не понял что-то, но вот, как вы описали, да, ситуацию, цели-то, в общем, были не чужие, цели были, в общем, либо ваши цели, да, то есть, ну, понятно, что, по мнению подруги, ваша цель, либо она это делала для вашего молодого человека, вот, но если так, то это странно, потому что, по идее, если бы ему это было нужно, он бы, он бы, ну, более серьёзно к этому относился, вот, то есть, тут всё не так однозначно, вот. На этом всё, я надеюсь, что помог вам, если у вас остались дополнительные вопросы, вы можете задать мне их в личку, я буду рад помочь вам. Если вам понравился мой ответ, буду благодарен, если вы сделаете его лучшим. Я желаю вам всего самого доброго и удачи. Спасибо. 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 Спасибо.